Луна Когда несколько лет назад зонды-разведчики Чандраян-1 и Луна-Орбитер подтвердили наличие льда на полюсах Луны, возникновый интерес к Земле. К земному спутнику. Лед делает возможной жизнь на Луне. А сам спутник может стать не только тренировочной базой и научной обсерваторией, но и стартовой площадкой к другим планетам. Нужно выбрать что-то приоритетное из Луна, Марс, астероидное направление деятельности. Нужно выбрать то направление, которое даст возможность очень активно интенсифицировать развитие технологий. Которое даст возможность затем решать задачи и на Луне, и на Марсе, и любые другие задачи. Технически Россия готова к первому этапу лунной программы. Отправки к спутнику космического аппарата. В НБО имени Лавочкина проходит испытание «Лунаглопа». В 2015-м будет завершено строительство космодрома «Восточный», откуда аппараты отправятся к Луне. Те средства введения и та наземная инфраструктура, которая формируется сейчас в рамках нашего российского космодрома, это имеется в виду инфраструктура под ракетоносителей тяжелого класса и в дальнейшем сверхтяжелого класса, также обеспечит реализацию вот этой вот долгосрочной программы по освоению дальнего космоса. Сегодня ученые и конструкторы всего мира ищут технические решения проникновения в дальний космос. Здесь у России есть от чего оттолкнуться. Научные данные и опыт, полученные в Советском Союзе в 60-70-е годы, в рамках лунной программы, высоко ценятся до сих пор. Задача, в общем-то, вот этих аппаратов, это была уже доставка грунта с Луны и подвижная автоматическая лаборатория, которая стала луноходом. Те заветные 140 граммов лунного реголита Советский Союз получил благодаря разработкам выдающегося конструктора Георгия Бабакина. В конце октября космическая отрасль отмечает 100-летний юбилей со дня его рождения. И так совпало, что именно сейчас Россия вновь задумалась о дальнем космосе. Мы хотим вернуться, хотим осуществить мягкую посадку на Луну. Это наш новый проект «Луна-25». Он продолжает эту серию лунной программы, которую НПО имени Лавочкина осуществляло в 70-х годах под руководством Бабакина. «Луна-24» — это была последняя успешная доставка грунта. «Луна-24» — советская межпланетная станция, создана в Химкинском НПО имени Лавочкина. Выведена в космос 9 августа 1976 года ракетой-носителем «Протон». Через 10 дней произвела посадку на поверхность Луны в районе моря кризисов. После забора «Реголита» стартовала обратно к Земле. Программа полета станции «Луна-24» была выполнена полностью. Так выглядит лунный аппарат нового поколения «Луна-Глоб» — автоматическая станция, спускаемый модуль, чтобы сесть на поверхность спутника и отработать алгоритм для последующих миссий. «Луна-Глоб» — это как первый, где именно будут проверены основные технологии. Потом дальше будет «Луна-Ресурс», который является более крупным представителем. Но все, что в рамках «Луны-Глоб» пройдет проверку, оно уже будет применяться там, дополняясь новыми функциями. Прежде чем «Луна-Глоб» посетит спутник, необходимо решить много технических задач. Управление движением в космосе, выработки необходимой энергии, организация связи с Землей. В НПО имени Лавочкина создано много макетов аппарата. И на каждом проверяется работа той или иной системы. После всех испытаний эти макеты соберут в одну конструкцию. Мы его вращали, вот этот аппарат здоровый, мы его вращали, наклоняли по 30 градусов, под 45 градусов. Все это крутили, вертели, они снимали параметры, после этого убедились, что да, конструкция выбрана правильно. Место посадки определено – Южный полюс Луны. Запуск «Луна-Глоб» неоднократно переносился из-за доработок. Сейчас руководство проекта не торопится озвучивать конкретные даты. Однако по плану Федеральной космической программы это должно произойти совсем скоро. Вот условно можно сказать, что вот так вот 20-е и 30-е годы – это продолжение изучения Луны. Причем в рамках программы мы постарались обеспечить преемственность. Вот у нас там планируется уже в самом начале новой программы осуществить запуски к Луне автоматических космических аппаратов. И это аппараты Луна-25, Луна-26, Луна-27. Принимаю во внимание, что в свое время в Советском Союзе уже была достаточно такая интенсивная программа изучения Луны. И вот эта вот нумерация аппаратов, она продолжена, да, то есть как бы мы не забыли то, что было раньше. В ближайшие 20 лет на Луне построят первые элементы инфраструктуры станции. Предполагается, что люди будут работать здесь вахтовым методом. Радиация и лунная пыль не позволят человеку долго находиться в агрессивной среде. Оптимальный вариант – симбиоз роботов и людей. Роботы помогают людям, люди – роботам. Что-то сломалось, прилетели, причинили таким педициями и посещениями. А вот так это все должно, конечно, работать в автоматическом режиме, что вполне возможно. И вообще вот такое сочетание человеческого фактора и автоматических результатов, в принципе, вот сейчас, мне кажется, на МКС возникает такой симбиоз очень хороший. Потому что, по крайней мере, наш институт на МКС отрабатывает многие приборы, которые дальше начнут работать в автоматическом режиме. Эффективное освоение дальнего космоса – задача интернациональная. И по технологиям, и по средствам. Из космоса границы не видны. Научный космос – это та вещь, где человечество должно быть вместе. Если вот какие-то санкции будут мешать этому, это будет крайне печально. Значит, человечество еще не достигло какого-то уровня мудрости. Дабы ответить на простые и вместе с тем сложные вопросы, как появилась жизнь и что такое Вселенная, важно объединить знания и ресурсы всех космических держав.